Всем привет! Данным роликом я открываю серию видео по кастомизации строкбольного Глока. В роли подопытного выступает КП-18 от КЖВ. В сегодняшнем выпуске облегчаем слайд фрезерованием. Итог на экране. А далее пройдемся по неожиданному изменению характеристик пистолета после данной модификации. Поехали! В первую очередь перед облегчением проведем контрольный замер скорости шара, скорострельности и веса слайда. При проверке выхлопа и скорострельности использовались шары BLS-025 и GreenGas CineGuarder при комнатной температуре. Вот что у нас получилось. Средний выхлоп порядка 79 метров в секунду. Скорострельность примерно 700 выстрелов в минуту. Далее весовые характеристики. Вес слайда в сборе 254 грамма. Слайд пустой 84 грамма. Приступаем к фрезеровке. Вроде получилось, ничего не запорол. Надо проверить вес. Слайд пустой. 70 грамм. Слайд в сборе 240 грамм. Облегчили слайд всего на 14 грамм. Теперь стоит проверить скорость выхлопа и скорострельность. И что же у нас получается? Выхлоп при тех же условиях, но с облегченным слайдом увеличился на 3 метра в секунду и теперь составляет 82 метра в секунду. Неплохо для 14 грамм. А скорострельность увеличилась на 30 выстрелов в минуту. Тоже нормальный прирост. Изначально я думал, что изменится только скорострельность, но после увиденных результатов решил погуглить. И вот что я узнал. Метан, попав в плотные слои атмосферы, благодаря теореме Бернули, а также вентиляционным отверстиям в слайде, создает дополнительный газовый пинок к шару, что в свою очередь увеличивает скорость полета шара. Если не согласен, ставь лайк. Ну а если серьезно, условно порцию газа, используемую для производства выстрела, можно поделить на две части. Первая часть идет на движение слайда назад, а вторая на выталкивание шара из канала ствола. Именно в такой последовательности, а не наоборот. То есть, при облегченном слайде на первый этап тратится меньше газа. Соответственно, на выстрел идет больше энергии. Вот такая механика. Вроде все рассказал. Далее, хотел попробовать немного облегчить внешний ствол. Не совсем уверен, что получится, но попытка не пытка. И запасной. Потом буду красить ствол со слайдом. Даже для этого заказал оружейную краску тайгу. Попробуем, как она. Ну а в этом в следующий раз. На этом спасибо за внимание и до скорого.